Приветствую вас, я поделюсь с вами тем, как видится мне ситуация, которая у вас произошла. Девочка попала в больницу с каким-то диагнозом, с каким-то заболеванием, и вдруг она в этой больнице узнает, что беременна, и естественно отец всех, как я понимаю, это вы, и она не ожидая того, что она будет беременной, начинает сразу бояться, испытывать сомнения относительно того, как будут складываться отношения, например, у вас, например, между вами, не бросите ли вы ее, будете ли вы с ней, или начнете от нее отдаляться, например, и так далее. И она боится, что за счет того, что с вами произошло, не с вами лично, а с вами двумя произошло, с вами обоими произошло, Ваши отношения, во-первых, завершатся, это во-первых, а во-вторых, девочка может думать, что вы ее, ну, собственно говоря, бросите, потому что ребенка, что вы не хотите, по ее мнению, или не ждали ребенка, и, соответственно, она понимает, что беременна, осталась одна с ребенком, и, в общем, находит все в процессе полной потери и прострации. Кроме того, ведь для нее это, наверное, для самой шок, что она беременна, ведь, ну, как я понял, ни вы, ни она этого не ожидали. И, соответственно, что ей нужно от вас? От вас ей нужна поддержка, от вас ей нужно присутствие сейчас, То есть, не идет речи о интернет-отчете, не идет речи о телефонных звонках. Время для этого прошло, на самом деле. Идет речь только о том, что она хочет вас видеть, хочет убедиться в том, что вы действительно с ней, что вы ее не бросите, что вы не испугались, что вы все равно будете с ней, и ребенок вам нужен. И если вы своей девушкой дрожите, если вы действительно испытываете к ней искренние чувства, то вам, как минимум, стоит поехать к ней и побыть с ней. Просто потому, что по-другому она поймет, или хуже того подумает, что вам просто-напросто не нужна. Если вы этого не хотите, то срочно обращайте все дела, и эти с ней, будьте с ней, держите ее за руку, и убеждайте, что она все равно вам нужна, и что вы ее любите, и так далее, и так далее, и так далее. Потому, что, ну, сами посидите, девушка, скорее всего, сейчас чувствует себя очень одиноко, покинута, потеряна, и вообще, наверное, ей кажется, что ее весь мир бросил. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать на, ну, как бы, в ответ на ваш вопрос. Теперь дальше. Что касается, значит, того, что вы пишете. Пишите вы, что перестали ей писать, и спросили, что не так. На самом деле, у нее сейчас все не так, и тут не спрашивать, ну, просто быстро быть рядом, возможно, даже ничего не говорить, а просто успокаивать. Дальше. То, что вы ее не пишете, вы лишь подтверждаете ее подозрение о том, что она вам не нужна больше, что вы ей не дорожите, не цените. Что вам делать? Я сказал, как быть, в принципе, тоже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!